В сути, друзья, я-то пенсионер. Сразу с корабля на бал. Пытаюсь быстренько сообразить, что к чему. Это финал у нас внутри кланова. Турнира ВМ. Вот, насколько я понимаю, Дэйм Нокс и Черемис. Черемис, кстати, будет играть за... А, ну что я говорю, тут все будут играть за ванильный Сёгун, это же классика. Такс, 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 такс. Так, ну, пишу им, что могут начинать. Посмотрим, посмотрим, как сыграют они. Я сыграл неудачно. Сыграл стульиком, он меня победил. 1-0. Так, на Джастин зайти не могу. Так, интересно. А твич-то работает. Так, что-то меня терзает смутное сомнение, что я в небо трансляцию сейчас провожу. Чё-то твич у меня не загружается. Ну, да ладно. Потом ребята посмотрят в повторе эту трансляцию. Ну... трансляция. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Сразу буду... Трансляция? Буду... А, нет-нет. Вот, вроде... Сразу... Вроде пашет. Вроде пашет. Отлично. Ну, сразу буду... Про составы говорить. И тут Черемис. Черемис играет за Иго Иго. Клан ДЛЦ, насколько я помню. Отдельно его все покупали. Есть у него слабые стороны, но сейчас я на вскидку так и не вспомню. По-моему, кавалерия у них не самая лучшая. Как раз вот эти конные сахии. Легкая кавалерия конные сахии оставляет желать лучшего, но... Зато... Кстати, да, клан Иго-Ики специализируется на сахиях. Рашевый состав берет. Сразу пойдет в атаку. Будет фиксить какие-то отдельные отряды ДМ-НОК со своими сахеями, стрелками, луками. Сахей и Иго-Ики степа на 100 шагов стреляют, но вроде бы как и обычные. Блин, надо наверстать всю теоретическую часть. Много я забыл про отряды из классики и характеристики. Ну, в общем, мы знаем, что у Саки это весьма и весьма отличный юнит. Он может наравне с самураями, с катанами биться и обладает отличнейшей способностью пугать. Ну, ДМ-НОКС, он... Куэс Суги, по-моему, этот клан называется. Нигде это не пишется. Ну, в общем, он тоже берет полностью рашевый состав. А, да. Куэс Суги. Я был прав. А Сигарус Яре в качестве... Мясо, не мясо. Да нет, скорее всего, это тоже будет первая ударная сила, которая идет впереди. Впереди самураевс на дате взял. Будет с разбегу влетать в Черемиса. Наши скрытия отряды обнаружены, мой господин! Две легкие кавалерии у ДМ-Нокса. Не знаю, составы, наверное, какие-то равноценные. Хотя, насколько я помню, кавалерия все-таки у ИКИ-ИКИ не шибкая, сильная. И все будет сейчас зависеть от ДМ-Нокса. Он может хорошо развернуть свою атаку, потому что очень много набрал Черемис мечников. И можно пройтись по тылам. Кстати, четыре кавалерия у ДМ-Нокса. Я думал, три. Он взял еще Великую Стражу. Как-то не очень красиво ДМ-Нокс сейчас пытается взобраться на холмик. Понимает, что этот маневр не самый удачный. И посылает все свои войска, ну, грубо говоря, в одну точку. Ну, и тем временем успевает он все-таки завести каву в тыл. Молодец, молодец. Сейчас прочаржит стоящую каву Черемиса. Да. Неплохо. Там еще Великая Стража. Подсобить. И сейчас очень удачно можно своими всадниками Яре врезаться просто в любую... В любой отряд мечников. Их тут пруд-пруди. Пытается быстро развернуть Сахеев. Не знаю, в какую сторону. В сторону месива, где кавы дофига. Ну, по тылам ДМ-Нокс ходит. И это тоже является определенным преимуществом. Правильно, смотрите. Он врезался, отбежал. Сейчас опять врежется и отбежит своими Яре-ки. С натиска работает. Впечатывается в начальника. Ну да, если, конечно, военачальник погибает в классике, это много что решает. Черемиц включил способности у своих Сахеев. Пугают они пока ДМ-Нокса потихонечку. Ну а ДМ-Нокс, по-моему, им бережет. Бережет. У него тоже эти есть способности. Ну, выигрывает. Выигрывает первые бои ДМ-Нокс. Бегут отряды у Черемиса. Думаю, конечно, это поспособствовало то, что ДМ-Нокс загнал свою каву в тыл. ДМ-Нокс Такс, 1-0, 1-0. Ну что там, до двух, до трех побед? Не знаю. Кланы, по-моему, повторять нельзя. У Суги специализируется как раз на Сахеях. Но, по-моему, может быть, я ошибаюсь. ДМ-Нокс способности у Сахеев не включал. Черемиц точно включал. Да, Сахея нарубили, конечно, прилично фрагов. Да и Великая Страж ДМ-Нокса отработал на все 150%. Ну, в общем, оба неплохо сыграли. Легкая кавалерия там и там весьма посредственно себя проявила. На то она и легкая кавалерия, чтобы как-то завязать бой, погонять луков. Ну, в общем, замечательно. Интересная карта Равнина Канта. Ровная, местами лесистая. Я бы назвал эту карту одной из самых турнирных. Меняются местами. Прибежал я с работы и так захотелось сыграть в классический Сёгун. Я быстренько включился. Начал сходу набирать состав. Как-то криво его набрал. Зачем-то луков там парочку взял. Только потом, во время боя, начал вспоминать. Да блин, господи, там же луков-то особо и не надо брать. С кавой немного намудрил. Тоже не ту взял. В общем, проиграл ту лику по полной программе. Ну, на этой карте можно взять и самураев степа, а сигару степа можно взять побольше. И уже не чисто вражь, как Дэйм Нокс сейчас сыграл, а в какой-нибудь тактической манере попробовать постреляться. С Селегонца. Такеду берёт Дэйм Нокс. Клан специализирующийся на кавалерии. Характеристики у неё чуть-чуть повыше. Кавалерия. Ачеремису Суги берёт. Отличная кавалерия. Есть вот такие огненные. Вот только я запамятовал. В классическом режиме она доступна. Да, ну что ж, хорошо так провести. Внутри клан. Вспомнить, как играется классический Сёгун. Подумать о своих ошибках составами. Обязательно их надо пообсуждать. Потому что те, которые сейчас висят в военном ведомстве, не особо актуальны. После публикации тех составов, которые висят в военном ведомстве, вышло несколько патчей. И они пофиксили, по-моему, характеристики. И стоимость изменилась. Это 100%. Допустим, те составы, которые висят там, стражи стоят на 50 коку дешевле, чем сейчас. Ну так, конечно, те составы можно брать за основу. Немножко изменяя их. Помню, любил я играть. Сейчас, кстати, заглянул. В военном ведомстве. Те составы, которые я раньше предлагал. Набирать 3 лёгкие пехоты. 3 тэпа. Много осигару. С яре. Ну и мечи. Ну, в общем-то, да, на самом деле два варианта. Это либо рашить, либо рашить со стрелками. Да, дым нос берёт много осигару степа. Аж целых 4 отряда. Осигару с яре. Расставляет по краям. А посерединке с ахи и с нангенатами. 4 отряда кавалерии. Да. Всё-таки доступна в классическом режиме огненная кавалерия токеды. Обалденный юнит. Ну, на самом деле вот этот состав Дэйм Нокса бьётся. И бьётся довольно-таки хорошо. Но, 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 тут надо учитывать, что у него нету мечников. И если черемист набрал кавалерию, то ему надо подумать, как сражаться со своей кавалерией. Потому что бить в пехоту соперника нерентабельно. Одни копии. Ну, помимо ТЭПа, конечно. Самураев с Нодати парочку отрядов взял. Черемис. И 4 отряда сахиев. Такой скромненький, на самом деле, состав. Возможно, он где-то припрятал что-то. А! Вот ещё какая фишка от Черемис. Он взял героя. Всадников с Яре. Интересно, интересно. Боевой дух 40. Для сравнения, смотрите. Великая Стража. Боевой дух 15. Защита в ближнем бою. 4. 5. Черемис понимает, что в лобовую атаку не стоит идти, потому что Дэйм Нокс вытянулся очень широко. Весь свой фронт он прикрывает. Черемису остаётся только атаковать с фланга. Не стесняется Дэйм Нокс, подводит своих тэпы, чувствуя преимущество. И идёт в атаку. Черемис идёт в атаку. Сумел он завести во фланг 4 своей кавалерии. Но эти кавалерии сейчас напорятся, скорее всего, на Сигарус Яре. А нет. Нет. Отводит он их назад. Предчувствуя, что может напороться. Начинают два отряда гоняться за Сигарус Яре. Но сейчас преимущество, конечно, позиционное у Дэйм Нокса. Это видно, да, как он растянулся неплохо. Правда, у него два отряда стэпа абсолютно бездействуют. И они нужны в другом месте. Но всё равно он неплохо растянулся. Растянулся и, надо сказать, что у Черемисы небольшой бардачок творится. Тем временем Дэйм Нокс немножко недоконтроливает. И вот тут забыл свои отряды. Надо было бы их подвести в центр. Всё правильно. Отводит тэпа. Наши бойцы бегут с поля боя. Какой позор! Ну вот, наконец-то Дэйм Нокс развернул. Пока только одного Асигарус тэпа. И... Да, пока ничего не ясно. Остатки героя врезаются в тэпа. Не знаю, нарубят они что-нибудь. Всего лишь три человека осталось в отряде. Ну а смотрите, всё-таки пробил. Пробил фланг. Черемис. И я думаю, сейчас начнётся... Преследование тэпа. Есть, есть ещё в запасе у Дэйм Нокса Сахеи. Наши бойцы бегут с поля боя! Какой позор! Надо связывать в ближнем бою тэпа Черемиса вот этим отрядом Асигару. Мне кажется, не с тыла нападать. Хотя нет, бегут. Да, 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 да. Это 2-0. Дэйм Нокс выигрывает. Ну что ж, было неплохо сыграно. Господин! Близок час вашей славной победы! Неплохой состав у Дэйм Нокса. Надо самому как-нибудь попробовать. С большим количеством тэпа. И обязательно самураев. Я лучше возьму не 4 тэпа, а 3 Асигару с тэпой и 1 самурая. Всё-таки у них есть способность. Как она по-модному называется? Огонь на подавление. А, нет. Быстрая перезарядка. Так, ну, скорее всего, тут до 3-х побед, потому что никто не расходится. Или всё. Сейчас напишем чёт. Да, друзья, это всё. Поздравляем Дэйм Нокса. Второй подряд внутри клан взял. Вот даёт парень. Так, ну, господа, я, пожалуй, продолжу играть в компанию. Что-то мне так прям захотелось в компашку поиграть. Немножко посчитал я историю про войну бассин. И прям так воодушевлён. Так что пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok